Аида Ильгизовна Тарзиманова, Первый медицинский институт, насколько я помню, да? Да, совершенно. Мы снова начинаем разговор о фибрилляции предсердий, точнее мы его продолжаем, потому что эта тема бесконечная, и количество больных никак не уменьшается, технологии все больше и больше становятся для лечения этих больных, но у нас просто, я не знаю, у меня вокруг меня молодые люди с этой патологией, без конца чего-то мы придумываем, лечим, вот. Ну, собственно говоря, вам слово, вы нам сейчас и расскажете, что надо делать. Я выхожу из эфира, с вашего позволения. Большое спасибо, глубоко уважаемый Павел Андреевич, спасибо за приглашение принять участие в этой замечательной конференции. Уважаемые коллеги, ну, я хотела бы сегодня не просто рассказать вам о том, как лечить фибрилляцию предсердий. Я думаю, что многие из вас, безусловно, этим занимаются ежедневно и, конечно, прекрасно это знают. Но хотела сделать акцент на вот последние рекомендации, потому что буквально три недели назад закончился Конгресс Европейского общества кардиологов. Ну, и вот несколько таких обзорных слайдов я подготовила для того, чтобы обсудить вместе с вами те какие-то изменения, которые предлагают коллеги, ну, в общем-то, совершить. Ну, безусловно, почему мы еще и еще раз говорим о проблеме фибрилляции предсердий, это связано именно с тем, что это самое распространенное нарушение сердечного ритма. К сожалению, заболеваемость этой аритмии ежегодно неуклонно растет и особенно она высока у пациентов в возрасте старше 55 лет. И вот следующий слайд, он очень наглядно показывает, насколько динамика роста заболеваемости увеличивается с увеличением возраста наших пациентов. И если мы говорим о больном в возрасте, например, старше 80 лет, то вероятность развития у него фибрилляции предсердий, ну, фактически будет составлять 20%. То есть каждый больной в возрасте старше 80 лет, скорее всего, имеет ту или иную форму фибрилляции предсердия. Это могут быть короткие, редкие пароксизмы аритмии, которые мы с вами можем зафиксировать только при очень длительном мониторировании электрокардиограммы. Поэтому вот как раз эти пациенты очень часто просто не знают о том, что аритмия у них есть и фактически не получают ту необходимую терапию, которая должна им проводиться. Прежде всего, конечно, терапия, направленная на профилактику тромбоэмболических осложнений. Какие же вот на сегодняшний день современные направления в лечении фибрилляции предсердий мы с вами можем выделить, да, и какие наши коллеги предлагают некоторые изменения. Ну, если раньше в последних рекомендациях наших российского общества кардиологов было выделено основных три направления. Это профилактика тромбоэмболических осложнений, это лечение самой аритмии или же назначение препаратов, которые снижают ее симптомы. И, наконец, ну, непосредственно, в общем-то, лечение основного заболевания. То вот посмотрите, на последних конгрессах, на последних симпозиумах фактически предлагается четыре основных направления в лечении, я даже скажу, в профилактике фибрилляции предсердий. И связано это как раз с коррекцией факторов риска и лечением сопутствующей патологии, потому что даже если у нашего пациента уже возник пароксизм фибрилляции предсердия, да, то лечение сопутствующей патологии и терапия, направленная на уменьшение факторов риска, позволяет действительно достичь того, что количество рецидивов фибрилляции предсердия у него станет значительно меньше. Конечно, обязательно неизменным остается направление лечения, связанное с назначением антикоагулянтной терапии. Это как раз профилактика инсульта и системной тромбоэмболии. Безусловно, и мы с вами много сегодня будем говорить о том, что, конечно, назначение антиаритмических препаратов также остается как основное направление. И еще дополнительное такое направление в лечении – это обследование и динамическое наблюдение за пациентом, причем активное обследование. И назначение длительного мониторирования кардиограммы не только в течение суток, но, может быть, даже в течение 48 часов, именно для того, чтобы выявить у него вот эти пароксизмы фибрилляции предсердия. На сегодняшний день какие же мы знаем и хорошо изучены основные факторы риска развития фибрилляции предсердия? Даже в 2023 году в такой медицинской общественной столе появляется такой, может быть, не очень научный термин, который говорит о предразвитии фибрилляции предсердия. Он так и называется – префибрилляция предсердия. Это те пациенты с артериальной гипертензией, с хронической сердечной недостаточностью, пациенты с высоким индексом массы тела, с сахарным диабетом, у которых есть, по данным эхокардиографии, увеличение размера полости левого предсердия или правого предсердия. То есть фактически мы уже можем с вами предсказать, если у нашего пациента с высокими цифрами артериального давления есть изменения камер сердца, и мы видим дилатацию полости левого предсердия, то в этой ситуации, конечно, назначение препаратов, которые направлены на уменьшение ремоделирования, позволит, безусловно, очень хорошо и грамотно влиять на частоту рецидиофоритмии. Но среди уже перечисленных факторов на сегодняшний день очень интересным является изучение синдрома обструктивного апноэ сна и связанное в связи с этим большое разнообразие сердечных аритмий, которые мы видим в ночное время. И вот в том числе фибрилляция предсердий как раз является той частой аритмией, которая возникает у пациентов с синдромом обструктивного апноэ. Ну и, конечно, хорошо изученный нами факт – это злоупотребление алкоголем, как один из мощнейших и выраженных факторов риска развития фибрилляции предсердия. И воздействие на каждый конкретно этот фактор риска, конечно, ну, во-первых, позволит нам снизить вероятность развития аритмии, и, во-вторых, позволит нам снизить эволюцию течения этой фибрилляции предсердия и не достигнуть нашему пациенту формирования длительной устойчивой хронической формы фибрилляции предсердия. Что изменилось, какой взгляд на сегодняшний день имеют наши коллеги по профилактике тромбоэмболических осложнений? Ну, во-первых, безусловно, и это действительно так, что именно назначение антикоагулянтной терапии позволяет улучшить прогноз. Это неоспоримый факт, доказанный на протяжении последних 20 лет, и мы видим, что те пациенты, которые регулярно и грамотно принимают антикоагулянты, они, конечно, имеют гораздо более высокую продолжительность в связи с тем, что риск развития тромбоэмболических осложнений у них существенно снижается. Каким образом мы должны регулировать назначение антикоагулянтной терапии? Для этого у нас есть две замечательные шкалы, которые очень широко используются в нашей рутинной клинической практике. Это шкала риска тромбоэмболических осложнений, которая называлась до 2024 года шкала ЧАРС-2-ВАСК. А вот в последнем пересмотре рекомендации вы видите, что последний фактор риска, здесь он как раз называется женским полом, вот этот фактор, фактически он зачеркнут. И на сегодняшний день правильное название шкалы высокого риска тромбоэмболических осложнений означает шкала ЧАРС-2-ВАСК, то есть без именно женского пола. Почему такое решение было принято экспертами, разрабатывающими рекомендации? Прежде всего нет убедительных данных, нет больших рандомизированных клинических исследований, которые бы четко показывали, что наличие именно женского пола значительно повышает риск развития тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердной. Поэтому, в общем-то, этот фактор риска предлагается на сегодняшний день особенно не учитывать, а в основном считать баллы из следующих основных показателей. Прежде всего, конечно, это наличие хронической сердечной недостаточности или дисфункции левого желудочка. Это один балл по шкале ЧАРС-2-ВАСК для риска развития тромбоэмболических осложнений. Конечно, это появление у нашего пациента артериальной гипертензии, особенно если это плохо контролируемая артериальная гипертензия с высокими цифрами артериального давления. Пожилой возраст старше 75 лет – это сразу два балла для этой шкалы. Наличие сахарного диабета, наличие уже перенесенной в анамнезе транзиторной ишемической атаки или ишемического инсульта. И появление сосудистых заболеваний, прежде всего, это фактически атеросклеротическое поражение сосудистого русла с развитием инфаркта миокарда или периферического атеросклероза артерий нижних конечностей или наличие тяжелого и большой атеросклеротического повреждения, атеросклеротического бляшки в аорте. Если у нашего пациента возраст находится в диапазоне от 65 до 74 лет, то этот фактор мы оцениваем в один балл по шкале ЧАРС-2-ВАСК. Кому показано обязательное значение антикоагулянтной терапии? Тем пациентам, которые по этой шкале набирают 2 и более балла. То есть фактически все те наши пациенты, которые набирают 2 балла, обязаны получать, должны получать антикоагулянтную терапию. Второй такой очень большой краеугольный камень для назначения антикоагулянтной терапии при фибрилляции предсердия – это шкала ХАС-БЛЭД. Всем известная и хорошо изученная шкала, которая фактически отражает противопоказания для назначения антикоагулянтной терапии. Какие основные постулаты на сегодняшний день этих клинических рекомендаций мы с вами должны четко соблюдать? В отсутствии абсолютных противопоказаний к оральным антикоагулянтам, я имею в виду в отсутствии тяжелой патологии почек, тяжелой печеночной недостаточности у этой пациенты, или действительно уже состоявшегося накануне тяжелого, например, желудочно-кишечного кровотечения, то есть в отсутствии вот этих именно абсолютных противопоказаний, все-таки вопрос о назначении антикоагулянта должен решаться положительно. То есть наши пациенты должны принимать антикоагулянты для профилактики инсульта. И второй очень важный постулат, который, конечно, мы должны с вами обязательно обсуждать и обязательно учитывать при назначении антикоагулянтной терапии. При любой форме фибрилляции предсердий, если есть факторы риска, антикоагулянты нашему пациенту, конечно, показаны. Даже если у пациента возникают редкие пароксиазморитные, тем не менее, если у него уже в анамнезе был инсульт или если есть значительное повышение цифр артериального давления, тяжелый периферический атеросклероз, конечно, всем этим пациентам мы антикоагулянты назначать будем. Третье направление в лечении – это непосредственно назначение, собственно, антиаритмической терапии или уменьшение симптомов аритмии. Вот, уважаемые коллеги, мне кажется, что для практикующего врача, для кардиолога, для терапевта, для врача общей практики это одно из самых сложных решений в тактике ведения пациента с фибрилляцией предсердия. Надо назначать антиаритмическую терапию или назначать это короткими курсами, насколько должен быть пролонгированный прием этих антиаритмических препаратов, и кому надо назначать антиаритмические препараты, а кому надо рекомендовать радиочастотную катетероноблацию. Вот эти, конечно, вопросы, они очень часто заставляют нас собираться и проводить консилиум для того, чтобы принять единственное правильное решение. Что советуют нам современные рекомендации? Ну, прежде всего, при наличии выраженных тяжелых симптомов аритмии, когда наш пациент активно приходит с жалобами на то, что у него неритмичное сердцебиение, когда он ощущает всегда появление этих пароксизмов как крайне нежелательный, неблагоприятный такой инцидент, и чувствует появление этой аритмии. Вот всем этим пациентам, конечно, показан прием антиаритмической терапии. Вместе с назначением антиаритмической терапии таким пациентам, конечно, мы также будем постоянно назначать и проводить длительно терапию пульсурежающими препаратами. И глобально, конечно, вот с точки зрения именно врача-терапевта и врача-кардиолога, который ведет и наблюдает этого пациента в течение продолжительного периода времени, может быть, даже много лет, существуют две основные тактики ведения пациента. Это назначение просто пульсурежающей терапии. Чаще всего, конечно, мы с вами назначаем высоко селективные бета-адреноблокаторы или же назначение вместе с бета-адреноблокаторами антиаритмической терапии. И это тактика ведения называется контроль ритма нашего пациента. Для каждой тактики ведения этого больного существуют свои показания, свои позитивные стороны. Это, конечно, преимущество стратегии контроля ритма. Это уменьшение симптомов фибрилляции предсердия. Это улучшение гемодинамики, снижение риска, в том числе и тромбоэмболических осложнений. Но большинство антиаритмических препаратов, которые мы назначаем, к сожалению, имеют отрицательные побочные эффекты. Прежде всего, это проаритмические эффекты препаратов. Ну и у некоторых препаратов это экстракардиальные побочные эффекты. Я говорю как раз об антиаритмическом препарате третьего класса, амиодороне. Тактика контроля частоты желудочкового сокращения, то есть назначение только по сурежающей терапии. Казалось бы, она проще. Но что может быть плохого, если мы назначим нашему пациенту просто длительное лечение бета-адреноблокаторами. Но здесь тоже присутствуют некоторые недостатки. Во-первых, мы не добиваемся полного разрешения симптомов фибрилляции предсердия. И пациент вновь и вновь будет обращаться за медицинской помощью в связи с тем, что он испытывает выраженное неритмичное сердцебиение и одышку при нагрузке. Ну и если мы видим, что контроль частоты желудочкового сокращения недостаточно хорош, то есть все равно очень высокая частота сердечного сокращения продолжает наблюдаться у пациента, то здесь мы можем ожидать, к сожалению, декомпенсацию и быстрое прогрессирование хронической сердечной недостаточности. Поэтому для каждой стратегии есть, конечно, определенные у нас показания, но, к сожалению, определенные и противопоказания присутствуют. Кому показано назначение длительной антиаритмической терапии? Тем пациентам, у которых есть яркая клиническая симптоматика этих приступов пароксизма. И если мы с вами выбираем эту тактику введения, то перед нами возникает два основных вопроса. Первый вопрос. Что нам непоходимо назначить, какой препарат выбрать для того, чтобы восстановить у нашего пациента синусовый ритм, если у него возникла аритмия? Значит, на этот вопрос фактически мы можем дать ответ согласно двум очень большим и важным критериям. Первый критерий. Как долго длится этот приступ? Если продолжительность этого приступа большая или мы не знаем точно, когда возникла аритмия, то здесь, конечно, необходим тщательный подбор антикоагулянтной терапии либо проведение через пищеводную эхокардиографию для того, чтобы убедиться, что риска развития тромбоза у нашего пациента нет. То есть если пациент не принимал антикоагулянты, срочно восстанавливать синусовый ритм нельзя. Второй очень важный вопрос. Если все-таки мы знаем, что у нашего пациента пароксиз возник недавно, он ощущает очень хорошо это нарушение сердечного ритма и говорит не только день, но и час точный, когда он почувствовал сриф ритма. И если наш пациент принимает антикоагулянтную терапию, то вот здесь, конечно, мы можем проводить ему фармакологическую, ну и в случае, конечно, нестабильной динамики электрическую, кардиоверсию. В настоящий период времени, уважаемые коллеги, фактически есть четыре основных антиаритмических препарата, которые имеются в нашей стране и хорошо очень используются нашими врачами-кардиологами для восстановления синусового ритма при пароксизме фибрилляции притер. Конечно, наиболее часто все-таки восстановление синусового ритма используется с применением внутривенного капельного инфузия амиодорона. Этот препарат действительно является хорошим, эффективным антиаритмическим препаратом, но необходимо учитывать тот факт, что восстановление синусового ритма у нашего пациента произойдет примерно к концу первых суток от начала лечения этим антиаритмическим препаратом. Из-за чего это возникает? Фармакодинамика этого препарата такова, и мы сейчас об этом с вами тоже будем говорить. Второй очень популярный в настоящее время лекарственный препарат – это антиаритмический препарат, относящийся к первому С-классу. Это препарат пропофенон. Он используется у пациентов с артериальной гипертензией, у пациентов с ожирением, и фактически единственным таким абсолютным противопоказанием для назначения пропофенона является тяжелая хроническая сердечная недостаточность с низкой фракцией выброса левого желудочка. Существующие препараты рефролон, это первый класс, и навокаинамид, ну, фактически на сегодняшний день могут использоваться только в отделении реанимации. Почему? Потому что обладают определенным, достаточно большим потенциалом проаритмогенного эффекта. Я хотела привести результаты исследования. Это большое российское исследование, которое проводилось именно в российской популяции, приняло участие большое количество центров в разных городах нашей страны. Исследование, которое сравнивало нагрузочную дозу внутривенного введения амиодорона и нагрузочную дозу внутривенного введения препарата пропонорма, это как раз препарат первого цикласса, антиоритм первого цикласса, для оккупирования пароксизма фибрилляции при цепи. Ну, вот, уважаемые коллеги, посмотрите, эффективность приведения этих двух лекарственных препаратов все-таки была выше у пациентов, которые принимали пропофенон. Но очень важным фактом этого исследования было заключение о том, что назначение пропофенона, здесь в нашем работе был пропонорм, приводило к очень быстрому восстановлению синусово-ритма. В среднем от начала инфузии пропофенона время до восстановления синусово-ритма составляло всего 22 минуты. Поэтому этот лекарственный препарат на сегодняшний день очень широко может применяться не только в стационарных отделениях, но и, безусловно, амбулаторно. И внутривенные введения широко используются бригадами скорой медицинской помощи. Поэтому основными выводами исследованию Прометей-Иск стало заключение о том, что инъекционный пропофенон является эффективным и безопасным антиаритмическим препаратом и может быть альтернативой амбиодорону и очень широко может использоваться на догоспитальном этапе в условиях скорой медицинской помощи. Второй способ восстановления синусово-ритма это прием нагрузочной дозы лекарственных препаратов. И в большей мере мы будем говорить сейчас о такой стратегии лечения таблетка в кармане, когда мы назначаем, например, 600 или 900 миллиграмм антиаритмического препарата первого С-класса и видим быстрое восстановление синусово-ритма у пациента, который он может фактически принимать даже самостоятельно дома без обращения за медицинской помощью. В современных рекомендациях купирование пароксизма с помощью нагрузочной дозы лекарственных препаратов является высокой уровнем доказательности класс 1А, и поэтому, конечно, назначение, например, препарата пропофенон может очень широко использоваться у тех пациентов, у которых уже был опыт восстановления синусово-ритма, и поэтому мы можем рекомендовать их для самостоятельного купирования аритмия даже дома. Поэтому стратегия называется «таблетка в кармане». Пациент чувствует начало аритмии, принимает нагрузочную дозу пропонорма, и через 20-30 минут происходит полное восстановление синусово-ритма. Второй очень важный вопрос, который всегда мы обсуждаем с нашими пациентами – скажите, пожалуйста, а какие превентивные меры, то есть меры профилактики мы можем применять для того, чтобы не повторился этот пароксизм аритмии. И здесь, конечно, речь идет о двух очень важных таких направлениях. Это либо рекомендация выполнения радиочасотной катетерной аблации, но я скажу сразу, что, к сожалению, далеко не все пациенты могут эффективно после радиочасотной катетерной аблации иметь длительный период ремиссии и отсутствия пароксизма. Поэтому в основном, конечно, мы будем назначать этим пациентам длительное лечение антиаритмическими препаратами. На сегодняшний день какие доступные препараты есть у нас? В нашей стране фактически мы можем апеллировать сейчас тремя вот этими антиаритмическими препаратами – это амиодорон, пропофенон и саталол. Сразу скажу, что отношение к саталолу в последние пять лет значительно поменялось. Связано это с возможностью, к сожалению, проведения такого проаритмогенного эффекта этого лекарственного препарата. А вот если мы с вами будем сравнивать назначения антиаритмиков первого С-класса и третьего класса, то есть, например, сравнивать как раз пропофенон с амиодороном, то можно четко сказать, что длительное назначение пропофенона будет более выигрышным именно с той точки зрения, что оно обладает значительно меньшим числом экстракардиальных побочных эффектов. Как назначить тот или иной антиаритмический препарат? Если вы назначаете антиаритмик первого С-класса, то вы можете его смело назначать, и период полувведения его будет достаточно коротким. А вот если наш пациент до этого принимал длительно амиодорон, тогда желательно отменить ему амиодорон и фактически начать прием через двое суток нового лекарственного препарата. Почему такая разница в развитии побочных эффектов мы можем наблюдать? Это связано как раз с определенной фармакодинамикой этих лекарственных препаратов. А именно, вот эта злополучная молекула йода, которая содержится в препарате амиодорон, обладает способностью очень хорошо накапливаться, кумулироваться в тканях. И поэтому, если наш пациент принимает ежедневно даже одну таблетку амиодорона, то буквально через несколько недель приема период полувведения этого лекарственного препарата возрастет до 20 дней. И именно поэтому, вот, к сожалению, часто, ну, через примерно 6, а то и через 12 месяцев лечения амиодорона мы можем наблюдать у этих пациентов нарушение функции щитовидной железы, как гипотириоз, так и гипертириоз иногда мы наблюдаем, нарушение функции печени, повышение печеночных трансаминоз, а в ряде случаев даже фактически в развитии такого амиодоронового легочного фиброза. Уважаемые коллеги, и вот еще одно российское исследование, проводилось это исследование также в нескольких центрах нашей страны, которое сравнивало длительное назначение этих двух лекарственных препаратов. Уважаемые коллеги, вы смотрите, эффективность назначения через год, фактически, и в первой, и во второй группе, если мы будем сравнивать, да, вот насколько долго удерживают синусовид наши пациенты, составляла примерно 50%. То есть половина пациентов, к сожалению, все-таки на фоне антиаритмической терапии испытывают периодически пароксизм и фибрилляции председов. А вот число побочных эффектов существенно различалось между группами. И вот как раз при назначении пропонорма, ну, фактически, число побочных эффектов, ну, мы не наблюдали, тяжелых побочных эффектов не было, а вот наличие побочных эффектов в группе кардарона, оно было существенно более высоким. Прежде всего, это было связано, конечно, и с экстракардиальным побочным эффектом, видите, и гипотириоз у трех пациентов, гипотириоз, повышение печеночных трансаминаз, и даже удлинение интервала КУТЭ, что является таким достаточно грозным проаритмогенной ситуацией, угрожающей развитие, к сожалению, желудочковых нарушений сердечного ритма, да, при длительном приеме. Какие на сегодняшний день мы имеем лекарственные препараты для снижения частоты желудочковых сокращений, да, ну, чаще всего это речь идет о пациентах, у которых уже установилась хроническая, длительно персистирующая фибрилляция предсердия, когда на всех электрокардиограммах в течение года мы видим у него постоянно фибрилляцию предсердия, да. Или мы понимаем, что этот пациент хорошо переносит приступы, и длительный прием антиаритмической терапии ему не требуется. Если у больного есть сохранное значение фракции выброса, конечно, выбор наш все-таки остановится на селективных бета-адреноблокаторах. Если у нашего пациента есть снижение фракции выброса левого желудочка, то вот здесь, конечно, наверное, одно из немногих показаний для назначения сердечных гликозидов, ну, в первую очередь, конечно, для дикоксина. Часто меня спрашивают, а какие должны быть целевые значения частоты желудочковых сокращений у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердия. Уважаемые коллеги, вот прописано официально, что это должна быть частота не выше 110 ударов в минуту. Но мы с вами четко понимаем, что на такой частоте большинство пациентов испытывают одышку. Поэтому если вам удается достигнуть в покое частоты желудочковых сокращений у пациентов с фибрилляцией предсердия около 90 ударов в минуту, это большая победа. Поэтому, конечно, целевые значения все-таки должны быть ниже 110 ударов в минуту. Ну и хорошо, если они приближаются к 90 ударов в минуту. Наиболее такие, ну, правильные, комфортные значения. Ну и в заключении я хотела бы вот показать буквально три слайда. Мне кажется, об очень интересных перспективах вообще развития, вот направления аритмологии. Какие новые лекарственные препараты могут появиться через три, через пять лет в нашей рутинной клинической практике. Ну, во-первых, сейчас внимание медицинской общественности очень приковано к некоторым новым молекулам, которые мы с вами вот можем ожидать увидеть. Это фактически те препараты, которые являются блокаторами рецепторов ТАСК-1. Это специальный вид рецепторов, который расположен только в кардиомиоцитах предсердной ткани. Эти лекарственные препараты ингибитора ТАСК-1, ингибируя поверхность этих рецепторов, снижают продолжительность потенциала, увеличивают продолжительность потенциала действия и понижают возбудимость предсердной ткани. И вот один из лекарственных препаратов, который обладает вот этим механизмом, является препарат Доксопрам. Его широко очень использовали в неврологической практике врачи-неврологи. Вот сейчас проходят первые клинические испытания для того, чтобы убедиться, эффективен ли вот этот препарат Доксопрам, ингибитор вот этих ТАСК-1 рецепторов, для профилактики пароксизма, фибрилляции предсердия. Еще новая фактически такая модель, пока она только в эксперименте создана, это новая такая транспортная модель, которая пытается доставить антиаритмический лекарственный препарат именно только к миокарду предсердной ткани. И на сегодняшний день созданы специальные такие штаммы аденовирусов человека, которые не обладают потенциально негативным влиянием, то есть не вызывают какую-то аденовирусную инфекцию, но на их поверхности можно очень хорошо прикреплять антиаритмические препараты, которые будут направлены и становиться мишенью только в предсердиях. Поэтому вот такое целенаправленное воздействие этих препаратов, конечно, тоже может улучшить качество жизни. Ну и, наконец, третье очень интересное исследование, которое сейчас активно продолжается, это те лекарственные препараты, которые сдерживают воспалительную составляющую, потому что об этом очень много пишут, много клинических работ, посвященные фибрилляции предсердий, которые доказывают, что высокий риск развития воспалительных каких-то изменений и иммунного ремоделирования может провоцировать аритмию. И вот одним из очень интересных уже клинических исследований, конечно, только первая фаза, стало назначение препаратов конокинумаб, это лекарство называется, которые позволяют блокировать выработку интерлекинов, интерлекин-10, интерлекин-6. Вот как раз назначение этих лекарственных препаратов возможно, это не очевидный факт, это, конечно, только такие пока самые, в общем-то, такие гипотезы начальные, может тоже широко применяться для профилактики пароксизмов фибрилляции предсердия. Вот хочу сказать, в общем-то, ну, наверное, в такую защиту этой группы лекарственных препаратов, обладающих противовоспалительным эффектом, что мы видели, что на фоне очень тяжелой коронавирусной инфекции, когда у пациента высокие цифры температуры были, когда у пациента очень высокие значения цирреактивного вилка, да, эти пациенты, к сожалению, достаточно часто в стационаре мы наблюдали у них пароксизм фибрилляции предсердия. Поэтому какой-то пусковой механизм, да, при тяжелом воспалении, конечно, может тоже дать для развития этой аритмии. Уважаемые коллеги, ну, в заключении я хочу сказать, что действительно назначение антикоагулянтной терапии, антиаритмической терапии, это очень сложная задача для врачей-терапевтов и кардиологов, потому что мы с вами наблюдаем этих пациентов многие-многие годы. Поэтому только вот такая, ну, комбинированная тактика везения этих пациентов, конечно, может не только улучшить их качество жизни, но и прогноз. Благодарю за внимание. Спасибо, Эдель Дизина. Вопросы давайте пишите, я пока сам позадаю вопросы, тем более, что вы мне прям вот поле такое оттоптали. Смотрите, первый вопрос про препарат, который используют неврологи. Значит, дело в том, что среди факторов риска, я обратил внимание, у вас есть алкоголь, но нет курения. Обычно, когда начинают говорить про ИБС, про несуществующую болезнь, да, ее нет в МКБ нигде, как известно, это группа заболеваний, все сразу про курение говорят, а при фабрилляции говорят про алкоголь. Вряд ли это случайно, наверное, как-то какие-то все-таки есть основания. И вот какое основание я сразу могу вам предложить в качестве размышления. Дело в том, что алкоголь является нейротропным ядом. Если вы помните, он вызывает полинейропатии, поражение нервов, чего не вызывает никакое курение. И не исключено, что именно поражение нервных путей, а ведь система проведения в миокарде, это ведь просто нервная система сердца. Кардиоваскулярная автономная совершенно нервная система никак не связана ни с мозгами, ни со всем остальным. И может быть в этом есть какая-то тема для дальнейшего поиска, раз тем более если какие-то нейтрологи заинтересовались этим направлением. Не надо отвечать тому, что это просто для обсуждения. Вот, что еще? Любимая всеми Хасблат, это шкала идиотская, извините, она сделана для варфарина. Ее нельзя применять для прямых оральных антикоагулянтов, которым мы, к счастью, сегодня все пользуемся. Это совершенно разные препараты. И московское общество, как бы вы в этом не участвовали, мне кажется, нет, может и участвовали, сдавало рекомендации ковида-постковида, и мы специально сделали собственную шкалу оценки риска кровотечения при применении прямых оральных антикоагулянтов. Там есть принципиальное отличие, потому что, еще раз повторяю, там вот в обычной шкале там есть, по-моему, кровотечение при приеме непрямых антикоагулянтов. Этого не допустили. Вот, поэтому мы всех призываем пользоваться отечественной шкалой, она более продумана. кроме того, шкала, которой пользуется весь мир, она статистическая на фоне статьи взятых, что-то такое, у нас это консенсус специалистов. Это все-таки совершенно другой подход к этой теме. Вот. Теперь, вы вот сейчас в последний момент стали говорить и про ковид, и про воспаление. Значит, у меня такой вопрос, а есть ли вспышка фибрилляции у больных, перенесших ковид? Вы не замечали? Это же ваша тема, да? Есть? Есть. Да, уважаемый Павел Андреевич, вы знаете, вот мы наблюдаем в течение даже года после перенесенного ковида, что достаточно часто у наших пациентов есть частые рецидивы, аритмии, поэтому действительно это так. Не только в острый период, но и в действительно вот такой хронический истинный пост ковид. Острый как бы интоксикация, мы можем тут много рассусоливать, а вот пост ковид это поражение нервной системы, прямое поражение нервной системы. Поскольку мы пост ковидный синдром умеем лечить, но более-менее умеем лечить и применяем антикоагулянты, то тоже надо посмотреть следующий же вопрос, который возникает. Думаю, что у вас нет на него ответа, потому что, скорее всего, никто не задавал. А не снижает ли антикоагулянты частоту рецидива фибрилляции? Вот интересно. Ну, наверное, вот, конечно, такие работы, может быть, и проводились, но я сразу не отвечу. Может быть, и не. А в голову никому не приходило, потому что это мы лечим как бы инсульт, предупреждаем, на аритме вроде как антикоагулянты не должны действовать. Но если исходить с позиции, что это тромбоваскулит с поражением нервной ткани, с какой-то тромбностью к нервным проводящим путям, антикоагулянты тут работают, безусловно. Может быть. Ну, вдруг кому-то там, студентам каким-то дать поработать, посмотреть. Это было бы интересно, это, честно говоря, очень любопытно. Вот. Также как и вопрос о том, что респираторные инфекции, вообще все, не только ковид, конечно, они должны увеличивать и частоту фибрилляции, а главное, частоту тромбоэмболических осложнений. Это 100%. И поэтому мы сейчас говорим о том, что надо всем больным с какими-то проблемами, с риском фибрилляции, поскольку мы фибрилляцию можем пропускать легко, надо давать антикоагулянты профилактически на фоне любой инфекции. В первую очередь, конечно, речь идет о людях старше 70 лет, ну, не важно, 70-75, это в данном случае атака навскидку тоже. Вот. И еще один загвоздный вопрос, про который вы ничего не сказали. Не могу не заметить, а я буду говорить в конце сегодняшнего нашего вебинара об этом. Как быть с гаджетами? Знаешь, знаете, что такое гаджет, да? Гаджеты, говорит жена приходящему пьяному мужу домой. Вот. Вопрос вот чем. Сейчас их направо и налево все используют. Носят, смотрят за своими ритмами. И у меня есть твердое ощущение, что они могут кому-то сильно вредить именно с точки зрения аритмии. Во всяком случае, у меня такие вот прям наблюдения есть. Как ваши к этому отношения? Павел Андреевич, мне кажется, что вы правы, потому что действительно, может быть, даже чрезмерное какое-то... Во-первых, гаджеты, они возбуждают человека во многом, потому что мы же переживаем... Постоянно, вот. Действительно, вот эта ситуация, которая провоцирует просто повышение частоты сердечных сокращений. А если высокая частота сердечных сокращений, то в этой ситуации, конечно, и повышается риск развития любой аритмии, в том числе и в первую очередь, фибрилляции предсердия. Поэтому я с вами полностью согласна. И во многом вот постоянная акцентуация этого пациента на пульс, на частоту пульса тоже психологически может привести к тому, что у него повышается и количество приступов аритмии, которые он пытается и посчитать каждый раз. Поэтому вы абсолютно правы. Вы знаете, вот профессор недоступ достаточно долгое время в схеме лечения свои рекомендовал пациентам с фибрилляцией предсердия даже некоторое небольшое количество успокоительных лекарств. И это было очень эффективное назначение для больных именно с пароксизмальной формы. Потому что отчасти этот пациент в общем-то тоже снижал частоту сердечных сокращений на фоне этих успокоительных препаратов и полностью не винировал вот эту аритмию, которая у него была. К сожалению, любители гаджета часто еще любят и за руль держаться, а им уже не дашь успокоительных. Но я знаю случаи, когда человек, увидевший тахикардию, конечно, она у него стала нарастать, нарастать, но прям вот почти на скорой помощи поехал в больницу. Там ничего нет. Полгода мы уже рыщем, не можем ничего найти. Нет, это просто тахикардия абсолютно связанная в общем с головой. Так, пропонорм все же можно означать с клинической ИБС, промежуточной или сохранной фракции выброса. Уважаемый коллега, если фракции выброса больше 40%, да, можно. Я вижу большое количество людей, у которых есть диагноз ИБС двоеточие, там, пароксизмальная форма фибрилляции предсердия. Вот всем таким пациентам, конечно, назначение пропонорм абсолютно возможно. Так, критерии отбора на абляцию. Родичные вот на абляцию. Критерием отбора является неэффективность проводимой антиаритмической терапии первым С-классом, да, то есть пациент принимает большую дозу антиаритмиков, а приступы возникают чаще, чем один раз в неделю. И те пациенты, у которых также нету большой изолотации камер сердца с охранной афракцией выброса левого желудчика. Ну и все-таки в основном молодые пациенты, у которых дополнительные пучки, которые надо выявлять, это все-таки электрофизиологические исследования сейчас доступны, и таких очень много, я хочу сказать, что не надо их пропускать. Причем это очень часто семейная патология, если есть у одного, есть у кого-то там в другом колене, вот, поэтому таких больных надо, не надо пугаться того, что это болезнь пожилых, ничего подобного, она бывает и в молодом возрасте, и со столь же неприятными последствиями, на самом деле, какая разница, возраст тут не помеха для эмболии. Так, при контроле частоты сокращений на фоне постоянной формы фибрилляции, если пациент в покое частота 90 в минут ощущает сердцебиение, одышку, до каких цифр безопасно урежать частоту. Уважаемые коллеги, до 60 ударов в минуту мы с вами совершенно спокойно можем снижать его частоту пульса, поэтому не бойтесь этого. Конечно, желательно, чтобы вы сделали ему суточное мониторирование и посмотрели еще частоту пульса в ночное время, вот, потому что если днем у него высокий пульс, а ночью возникает бразикардия, чтобы вот при увеличении дозы бета-драмблокатора вы фактически не получили очень тяжелую бразикардию в ночные часы, ну, а так в дневное время до 60 ударов в минуту вполне мы можем вместо того, значит, первое, отобрать гаджет, запретить считать пульс, глядишь, у него исчезнет сердцебиение, ну, и дать успокоительное на самом деле, потому что 90-х все-таки сердцебиение, одышку человек не должен ощущать, давайте будем честными людьми, скажем, что это скорее все-таки от головы что-то идет, ну, я ничего не утверждаю, но все-таки. Так, какой антикоагулянт лучше, ликвис или ксорелта? Ну, тут давайте я могу спокойно ответить, потому что ксорелта дается неправильно, ксорелту надо давать два раза по 10 миллиграмм, ликвис дается правильно 5 миллиграмм два раза в сутки, они в принципе одинаковые, никаких больших различий нет, но, к сожалению, в инструкции ксорелта написано один раз в сутки, это неверная инструкция. Я много раз показывал эти слайды, сравнение разных доз, разных подходов, все антикоагулянты дозозависимы, и они должны даваться два раза в сутки, иначе мы делаем вот такой пик гипкоагуляции, гиперкоагуляции, это неправильно. я абсолютно против течения рекомендаций здесь плыву. Так, еще вопросы? Ну, хорошо, если вопросов нет, тогда спасибо вам. Спасибо. Спасибо.